Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1934, тема «Жития». Люди привыкли, что всякое слово, исходящее из уст чернорисцев, истинно. Но где мы можем найти доказательства их истинности или двух-трех свидетелей, как учат священные писания? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. У ветхозаветных мужей было уважение к потомкам. Они оставляли на память камни со дна Иордана, манну в сосуде, чтобы показать внукам и верующим. Иисуса Новина 4, 3, 6 и 7. И дайте им повеление и скажите, возьмите себе отсюда, из средины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, «двенадцать камней, и перенесите их с собою, чтобы они были у вас, лежащим всегда знамением». Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им. «В память того, что вода Иордана разделилась пред Ковчегом Завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». Исход 16, 33. Но монахи пошли иным путем. Народ верил, что монахи более близки Богу, и потому проверять ничего не надо. Если они написали сами о своих товарищах, что тем было явление ангела, слышалось благоухание, или нашел он подвижника в пустыне, то заканчивается всегда исчезновением этого чуда. Умерший завален им камнями в пещере. Если у Ануфрия были пальмы, то по смерти его мгновенно ручей пересох. Пальмы исторглись, и следа нет. Даже дощечек Пахомия, на которых якобы ему ангел дал, устав его монастыря, их тоже нет. Как у Джозефа Смита, основателя мормонской веры. Если это человек, который мог бы подтвердить истинность своего пребывания в раю, то про него только пишут иные. И кто пишет, тоже сокрыто. А где же этот свидетель? Его нет. Крайнее неуважение к слушателям. Сегодня ни в одной газете такой материал не прошел бы, кроме как в епархиальных мурзилках. Нигде не пропечатали бы столь недоказуемый и недостоверный материал. Писание нас предупреждает, чтобы мы не доверялись людям, если их слова не подтверждаются Писанием. У простолюдинов священного Писания на руках много ли было? Почему же не было заботы у пап и у патриархов, чтобы на родном языке у каждого народа было Евангелие? «Чтобы не с чем было сравнивать, но чтобы брали все на веру, что прорекут монахи?» Ефросин, память 11 сентября. «Многие признатности своего рода не имеют никаких добродетелей и посему впадают в глубину ада. Напротив, нередко люди простого происхождения при своем благодетельном смирении возносятся в рай Божий. По окончании утренней Иерей собрал братью и, показав ей три райских яблока, подробно рассказал то, что видел. Тогда все ощутили от тех яблок неизреченное благоухание и радость духовную и в умилении дивились тому, о чем поведал Иерей. Они пошли в поварню к Ефросину, дабы поклониться рабу Божию, но уже не нашли его, ибо он вышел из церкви и скрылся, избегая славы человеческой, и никак не могли его найти. А куда именно он скрылся, об этом нет нужды много допытываться. Ибо если для него был открыт рай, то куда же он мог скрыться? Яблоки те братья разделили между собой и раздавали многим на благословение, в особенности же для исцеления, ибо больные, вкушавшие от них, исцелялись от своих болезней. Паисий Великий памяти 19 июня Неведимый же враг, завидуя всегда всем добрым людям, и умея изобретать для рабов Христовых различные и многообразные ухищрения, простер свое коварство и на сих двух иноков, и задумал так их обольстить. У одного из пустынных отшельников, который еще не был совершен в иноческом нестяжании, совершен в иноческом нестяжании, украдено было его убогое келейное имение. Отшельник этот, еще будучи малодушным и потому жалея украденные вещи, стал искать укравшего, но не нашел его. Услышав же об одном прозорливом старце и надеясь, что тот поможет открыть ему и украденное, и укравшего, он отправился к нему. Преподобному Паисию он не посмел идти, боясь, как бы тот не стал укорять его в любостяжании. Придя к тому прозорливцу, инок стал просить его, чтобы он сказал ему, где находится украденное и кто именно украл. Но старец, не будучи на самом деле просвещен благодатью Божией в прозорливстве, но, проведя все силою бесовскую по научению злого беса, оговорил тех двух иноков, которые недавно поселились в пустыне. «Вот эти иноки, — сказал прозорливец, — совершили покражу. Взяв этих безмолвников, не отпускай их, пока они не отдадут тебе всего». Услышав это, отшельник тотчас же с поспешностью отправился в лавру той пустыни. Придя к игумену и выбросив у него сильную стражу, он пошел далее и как бы нечаянно напал на тех безмолвствующих двух иноков. Он схватил их, как злодеев, и с побоями влача их привел в лавру. Здесь они с бесчестием заключены были в темницу. Игумен же вместе со старцами, поверив тому прозорливцу, осудил тех иноков как воров к лишению иноческого чина и стал пытать их побоями об украденных вещах. Преподобный же Паисий прозорливо узнал по благодати Божией обо всем совершившемся и жалея тех двух братьев, которые в это время неповинно так страдали, восстав отправился из Келии своей в ту лавру. Об его приходе повсюду тотчас же было известно, так как среди пустынно жителей не было имени более славного, как имя Паисия, который везде прославлялся за свою богоугодную жизнь. Для приветствия его собрались и братья из окрестных монастырей и отшельнических келий, сошлись к нему даже и старцы. Пришел, между прочим, и тот старец, который по бесовскому обольщению выдавал себя за прозорливца. И когда все отцы и братья воздавали святому любезно о Христе целование, великий отец наш Паисий спросил их, куда вы удалили двух юных иноков, пустынно жителей? Братья молчали. Потом некоторые из них, отвечая, сказали, «Отче, они воры, и за дурные дела свои теперь затворены в темнице!» Святой на это сказал им. «Кто сказал про них, что они воры?» Тогда братья, указывая на прозорливого старца, отвечали, «Вот этот прозорливый отец указал на них, как на воров!» Тогда великий Паисий вопросил того старца, «Правда ли то, что ты сказал про них?» Он же ответил, «Сказанное мною истинно! Это открыто мне было от Бога!» После этого святой Паисий сказал, «Если бы это твое прозорливство было от Бога, а не от бесовского прельщения, то на твоих устах не было бы видно дьявола!» Слушая это, все были объяты страхом, ибо всем ясно было, что слова, исходящие из уст Паисия, истинны, и все стали укорять обольщенного того прозорливца и понуждали его просить прощения у преподобного. И он, объятый стыдом, припал к честным ногам святого, произнося, «Отец, прости меня и помолись обо мне, прельщенном!» И лишь только святой сотворил молитву за него, как на глазах у всех из уст прельщенного, вышел тщеславный лживый бес и, превратившись в большого дикого вепря, с великою яростью стремился на преподобного, желая как бы растерзать его зубами своими. Но блаженный отец, закляв нечистого духа, послал его в пропасть, а старец тот, который прежде был обольщен дьяволом, ощутил и даже глазами увидел исходящую из него бесовскую силу прельщения. Исполнившись великого ужаса и трепета, он пал на землю, валяясь у ног Паисия и со слезами молил получить от него совершенное прощение. Так же и прочие братья, которые, предавшись обольщению, оскорбили неповинных, все они, припавши к святому, просили у него прощения и вывели из затвора тех двух юных иноков, и все, смотря на них, с умилением плакали, а обидевшие их просили у них молитв. Преподобный же Паисий поучал всех с осторожностью избегать подобных вражеских прельщений и не верить лжепророчеству тех, которые стараются казаться святыми и прозорливыми. Лаврскому игумену наедине он указал, где положены украденные вещи. Об украдших же ничего не сказал. Потом, преподав всем прощение и сотворив за всех молитву, он возвратился в свою келью. Библия переполнена увещаниями прислушаться к тому, что в ней написано, ибо она есть истинное Слово Божие. Слова «так говорит Господь» встречаются в Библии 476 раз. «Говорит Господь Бог» 243 раза, «Господь Саваоф» 95 раз, «Говорю тебе 33 раза», «Говорю вам 134 раза». Еще есть «говорил мне», «говорил народу». Итого более тысячи раз Господь обращается к нашей душе, чтобы мы верили не через посредников, не через сомнительные книжки, а прямо к нему обращались, прямо через Библию, ибо только в ней его вечное Слово оставлено смертным. И нам этого недостаточно, чтобы поверить говорящему и подтвердившему свои слова на страницах Вечной Библии. Нам этого настолько недостаточно, что мы ищем еще голоса в пустынях, прислушиваемся, что этим пустынникам скажет некий голос, скажет явно вопреки Священного Писания. Да в уме ли мы? Какую веру? И в кого тогда мы исповедуем? Какой смелостью, настырностью и нахрапистостью обладают защитники пустынной монастырской жизни? А любящие Бога и любящие Его вечное Слово так боязливы, так нерешительны противостать этим неверам, чтобы как их не обвинили в неправославии. Такое стало возможно только тогда, когда душа не полюбила Бога, не полюбила Его Святое Слово. Когда читаешь Библию, она умудрит тебя и сделает смелым против всех ухищрений дьявола. Псалом 118, 97-100 стих. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твоих храню.